Я рад приветствовать рыцарей Стильного Короля на канале Дмако, меня зовут Станислав, а это значит, что сегодня мы круто оттянемся в игре под названием Swag and Surgery. Но прежде чем мы сделаем из этого мира конфетку, мне бы хотелось поблагодарить ребят из Lazy Bill Games, Uroboros Games и Tiny Build за предоставленный ключ к своей игре. Огромное вам спасибо за фэнтезийное веселье. Ну что ж, дорогие друзья, давайте покажем, как люди зажигают. Ваше величество, казна практически пустая. Враги захватили дальние рубежи. Я, как ваш советник, подготовил список мер. Как вы мне надоели со своими списками, ваш король уже все продумал. Все наши проблемы решит волшебный костюм моего прапрапрадедули. Просто как и все гениальное. Каждый раз, когда король пришел с очень удивительными идеями. В самом деле, господинь, большой-господинь имел магический костюм. И это было, действительно, время в конкурсе. Но, господинь, костюм был разрушен. Он прав. Че, крутой костюм-то, че, грех не украсть? О, какой красивый котик! Ты называй меня котиком снова, и я бить твою носу. Я черный кот. Настоящий кот. Сладко чувствуете настроение. Прекратите, разговорчики. Делаю, что хочу. У нас абсолютная монархия. Итак, приказываю отправить моих военных героев на поиски костюма. Походу, одним из таких героев мы и являемся. Вознейшая миссия. Просто важнее ее быть не может. Посмотрите, как игрушка выглядит. Игра выглядит крайне приятно. Но, вы знаете, у меня есть легкие опасения. Учитывая, что мы играли с вами в игры от Лэйзи Биа, мы прекрасно знаем, к чему это все может привести. Игры Панч Клаб и игра Гривьярд Кипер о многом нам говорит. Так что, возможно, будет много фарма. И, возможно, бессмысленного. Пока не знаю. Посмотрим. Давайте попробуем вначале начать, а там уже будет видно. Так, важнейшая миссия. Канцелярия Его Величества приветствует вас. Нашему королю нужны герои для выполнения важнейшей миссии. Поэтому срочно наймите одного в гильдии. Так, понял. Это, походу, и есть гильдия, да? Для того, чтобы нанять героя, вам нужно кликнуть на здание гильдии. Окей. Нанять героя. Соточку стоит. Опа. Дешевый нынче герой. А смотри, следующий 300 уже будет стоить. Ну ты какой. Одеть, смотри-ка, ну-ка. Пока голожопенький с деревянным мечом, что ли. Тренировочный меч. Ну, плюс 5 урона. Красавчик. Вообще, выглядит, говорю, визуальная игра выглядит отлично. Отлично. Прямо пока радует. Музычка тоже хороша. Шуточки, котейка. Супер. Просто пока все на уровне. Давайте дальше посмотрим. А, это типа важнейшими. Это, короче, то, что нам надо сдать. То, что нам... О чем у нас предупреждали, что нас просили. Мы все выполняем. Ваш боец пока и с бешеным бобром не справится. Но тренировки и испытания сделают из него настоящего героя. А вам прочитается награда. Заберем. Так, далее. Что нам еще нужно сделать? Давайте осмотримся просто слегка, да? Коняшка какая-то есть у нас с вами. Это что такое? Рынок есть. Так, на рынке. Подожди, подожди, что там было написано? На рынке можно продавать только предметы экипировки. Ага. И какие-то бани. Ты посмотри. Я надеюсь, совместные. Сауна. Расслабиться. Значит, мы будем напрягаться. Огородики, поля, так, мельница. Значит, есть какие-то, походу, места под еще подстройки новые. Да, вот тоже будет подстройка. Возможно, рыбалка будет, что тоже хорошо. Это уже радует. Что-то еще и еще. Возможно, что-то еще. И что это такое? Это церковь, что ли? Да, церковь, смотри-ка, действительно, вылечить. Здесь мы будем лечить наших героев. Окей, погнали дальше. А герои не должны болтаться без дела. Они от этого толстеют и наглеют. Это точно. Отвройте вашего бойца на разведку в магический лес. Так, я согласен. Так, приключение. Для того, чтобы отправить персонажа на поиски приключений, нужно переместить его на лошадь и выбрать необходимое приключение в конюшне. Окей. Пойдем. То-то растолстеешь, обнаглеешь. Потом будешь ходить туда всех ноги вытирать. Жалко, кстати, что нельзя так просто сделать, типа одним нажатием. Вот это было бы очень удобно. Типа просто нажал и герой переместился. Таскать его как-то не сильно интересно. Так, смотрим конюшни. Каким у нас есть задания? Волшебный лес 1 по 5 уровень. Оу, ес. Я видел, кстати, на... Ладно, посмотрим, короче. Видел скриншоты некоторые боевые. Так что будет интересно, как сейчас будет выглядеть. Окей. Так. Прохождение приключений. Персонаж проходит приключения автоматически и без вашего участия. Так. Сами проходят приключения героя. Окей. Не надо ничего использовать. Типа, пошли. Пошли. Ну, это так же, как, например, в той же самой игре Fight Club. Это Punch Club, точнее, сюда Punch Club. О, у нас сильно подожгли, кстати. В том же самом Punch Club тоже мы не могли влиять, но мы могли прокачивать персонажа и одевать его. Давать ему, ну, там не одевать, точнее, там давать ему разные приемы, да? И прокачивать его силу, там, или ловкость, или выносливость. За счет чего он мог покойно побеждать. Так, победа, результат. Давайте посмотрим. Я так смотрю, что здесь есть табличка города. Мы, наверное, можем в город в это время возвращаться и не переживать за нашего героя. 5% пройдено подземелья, походу. Видимо, мы еще и еще должны закрывать его до открытия, наверное, новых подземельей каких-то. Волшебный лес. Заработали 3 меди и немножечко дерева. Интересно, наш герой качается во время того, как он проходит это подземелье? Такого чувства, что нет вообще. Герой такое чувство, что не качается. Усилители подробнее. Это, видимо, между другими героями переключаться, да? Хоши. Его так зовут. Хоши. Уровень 1. Рост такой-то. Вес такой-то. Характеристики. Уравновешенный. Смотрите, характеристика есть. Это очень важно. Наверное. А любит работать руками. Ха. Наминать бока. Да. Блин, этот парень так силен. Будем надеяться, что этот здоровяк не попадет под чье-то дурное влияние. Да попадет, конечно, под наше. Мы его из него такого дурня сделаем. Капец. Так, ну ладно. Здесь вроде нет никакого понятия левелапов. Я не знаю. Но вроде первый уровень-то есть. А вот очков опыта я вообще не вижу. Есть ловкость. Увеличивает урон персонажа по монстрам от арбалетов и ружей. На 12. А также увеличивает шанс критического удара на 2%. Помним, это влияет на шанс уклонения. Зависящий от разницы в ловкости между героем и его противником. Понятно. Чем больше у нас, естественно, тем больше у нас есть вероятность того, что мы можем вообще куда-то там увернуться. Увеличивает урон персонажа по монстрам. Так, давайте, наверное, я сам изучу, а потом вам расскажу, что к чему. Но, в принципе, тут особо-то и рассуждать нечего. Тут есть некоторые вещи. Интеллект, работа с посохами. Сила работает с топорами-мечами. Тут посохи-шары магические. Все, считай, на маг урон. Также сопротивление стихиям. Это здоровье дает еще плюс ко всему. Мощность. Это мощь нашего персонажа в общем. Здоровье. Это здоровье нашего персонажа в общем. Есть какой-то вампиризм. Кстати, каждый удар по противникам восстанавливает вашему герою с такое-то количество здоровья. Ну, сколько будет вампиризма, да? У нас есть защита, которая защищает нас. Но остальное мы все уже видели. В принципе, ничего такого нового мы не наблюдаем. У нас еще огромное количество разных эквипентских ячеек. Видимо, мы будем собирать разные предметы. Короче, очень много всего. Закрыть. Пойдемте задавать уже задание. В конце-то концов. Справка. Всплывающие подсказки можно посмотреть еще раз в окне справки. Она расположена в правом нижнем углу. Окей. Это вот эта штука, да? Понятно. Еще и сундук. Склад. Это наши предметы, какие мы с вами содержим, да? Что у нас есть, типа, мол? Отлично, отлично. Это вот настройки. Все в принципе ясно. Какие-то звезды, репутация. Чем выше этот показатель у вашей деревни, тем выше шанс попасть на самые модные конкурсы. Тут есть еще конкурсы модные. Класс, вообще шикарно звучит. Так, и какая-то манна. Манна дает возможность использовать различные заклинания, которые помогут вашему герою в бою. Отлично. И деньги. Ну, деньги так и известно, что они делают. Так, давайте сдадим. Ура! Мы получили баблишко. Отлично. Мы справились. По крайней мере, боец не сбежал с задания еще до захода в лес. Значит, у нас есть потенциал. У него есть потенциал. Окей. Отличный боец. Ну, то, что так кажется. Он любит работать руками. По лицу. Вот. Так что, проблем вообще не должно быть. Проблемам будут только у противника. Ваш боец нуждается в лечении. Отправляйтесь вы в церковь. Только помните лечение за ваш счет. Казнание резиновое. Но. Обычный, как говорится, казначей. Что тут скажешь? Так, нам, походу, надо его переместить, что ли? Или ничего? Нет, перемещать не надо. Он так, наверное, да? 12 денег нам стоит. Лечение не так-то не дешевое, вы знаете, очень недешево. Что ты как-то, что так дорого-то? Он тут автоматически никак не хилится в конце-то концов. Так, что нам дальше? Заберем деньги. Теперь вы поняли, почему лечение такое дорогое. Наши церкви лечат любые раны за считанные секунды. Даже сердечные. Моя любовь бросила меня. А, церковь, лечи меня. Жители деревни написали жалобу, что ваш герой средь бела дня разгуливает голым. Чтобы решить проблему, соберите в лесу три каштановых бревна. Все вопросы потом. Ха-ха-ха, странно вообще. Ну ладно, окей, давайте возьмем это задание. А, у нас уже есть. Мы уже собрали давным-давно все. Бревна есть? Прекрасно. Теперь вы сможете построить кузницу. А кузнец сделает для вашего бойца доспехи. Он защитит его от ран и подчеркнет мужественность. Сделайте на броне мне обязательно соски, чтобы еще больше подчеркнуть мою мужественность. Так, давайте построим. Я так понимаю, что нам нужно сейчас строить, да? В кузнец и ряда преобразуется в слитки, из которых потом можно создать оружие и броню. Так, построим. Ха-ха. Какой-то кота там немножко подмяли. Совсем чутка. Очень красиво. Вот графический прям реально игра мне радует. Пиксель-арт отличный, по-моему. Так, медный слиток у нас уже есть, да? А вот, нам можно сделать, кстати. Ну-ка давай создадим. Чтобы начать работу в здании, поместите в него персонажа. А вот то есть я своим героем еще и строить должен. Серьезно. Ну окей, давай создадим. Один слиток-то сделаем. Шмяк. Что там я могу ковать за слиток? Да нифига. Так, броня. Броню не построить. Тут два слитка надо. Шлем. Два слитка надо. Броня тоже. Броня же четыре слитка. Окей. Зато смотри, что он дает. Вот тут оружие. Броня дает. Дает защиту. Ну, в принципе, почему-то от 26 до 39. Что-то типа рандом, что ли? Как повезет, да? Получается так, что ли? И хп тоже, да? Здоровье. От такого-то количества до такого. Тоже, наверное, как повезет. Есть меч и копье, которое мы тоже можем сделать. А это что такое? Улучшение кузницы. Позволит создавать более качественную броню и оружие. Ага, четыре. Сосновых бруска надо. Ух ты. Таких мы еще не видели. Ха, щит закинуло. Прикольно. Так, ну что? Надо квест сдать. Собираем. Так. Пока вы строили кузницу, мы нашли вам кузница. К сожалению, он очень ленив. Поэтому вашему бойцу придется самому ковать в себе амуницию. Да. Что поделаешь? Такие уж сейчас времена. Ё-моё. Да. Ребята. Мы это уже поняли. В принципе. Мы уже сковали. Себе слиток. Ёлы-палы. Если ваш герой никогда ничего не ковал, пусть начнет с чего-нибудь попроще. Например, с поножи ополченца. Не беда, если получится криво, ему же их и носить. О, благороднейшие. Спасибо. Так, ну что? Нам надо с вами опять идти в походы, так понимаю. Потому что без похода мы с вами не соберем ресурсов. Погнали. В бой. Так, вот сразу медяшечка. Отлично. Давай, собираем медная руда. Три штуки. Еще давай. Медная. Медная. Давай еще. Так, отлично. Четыре медные руды. Еще медная руда. Прям вообще блеск нам везет. Так, еще две медные руды. И дерево. Это заклинание здесь, да? Заклинание. Смотри, заклинания будут доступны после их изучения. У нас пока ничего не доступно. Это манна. Это я так понимаю, что мы можем в город выйти, да? Так, нас просто выгнали. Мы слишком себя хорошо, видимо, чувствовали. Погнали ковать. Вы слышали этот звук, да? Меня единственное беспокоит вот этот вот таймер. То есть сейчас нам позволяют ковать. Там, например, за 6 секунд 3 слитка, да? Вроде как. По 2 секундочки на слиток. Но в будущем-то будут более сложные... Я думаю, так и хитрые более сложные, и хитрые какие-то композиции из металлов. А это наверняка будет стоить намного дольше по времени. Это, например, там что, сидеть полчаса, ждать, пока что-то там скуется? Надеюсь, что эта игра как-то в автономном режиме может играть. То есть если вы вышли из игры, да, что-то куда-то поставили. Вышли, например, и она... Ну, типа, знаете, как кликер. Это было бы здорово, мне кажется. Я не знаю, как там, что дальше будет развиваться, но если вдруг это прям большое время выльется, не хотелось бы сидеть, например, за компьютером в этот момент. Да. Просто хочется заниматься. Ну, я думаю, что да, игра такая. Она и выглядит как обычный таймкиллер. Посмотрим. Посмотрим дальше, что будет идти. Так, давайте вначале создадимся по ноже. Создать. Я и шлем могу сделать, между прочим. У меня еще хватит слитков. Так, и еще давай шлем сделаем. Так, минимум... А, уровень 2, смотри-ка, нам надо качаться. Уровень 2. И усталость. Усталость заканчиваю. Ну, нам надо потом отдыхать еще. Усталость тоже не очень. Так, собрать. Посмотри, мы еще что-то получили. Потрясающие кривые по ноже. Потрясающие кривые по ноже. Ха-ха-ха, я никогда лучше похвалы не слышал. Мозоль вашему бойцу обеспеченная. Ну, разве кто-то говорил, что жизнь героя легка? Пусть привыкает. Других пока нет. Забрать. А, точнее, ну да, все правильно. Забрать. Так, широкие перспективы... Корса развалились. Так, широкие перспективы. Ваш боец оказался настолько хилым, что поножи с него сваливаются. Бывает. Постройте тренировочный лагерь. Пусть подкачается. Ну, ладно, ладно. У ребяточки хорошо все с юмором. Он такой легкий, лайтовый юмор, да. Но он хорош, хорош. Мне нравится. Закрыть. Построим тренировочный. Мало каши ел. Смотри-ка, нам бревня не хватает. Нам нужно еще за бревном идти. Без тренировочного лагеря... Нам, наверное, туго будет поскачаться. Получается, поножи сваливаются. То есть, мы качаем... Видимо, вся прокачка будет идти в тренировочных лагерях. А за убийство монстров, походу, мы и не качаемся вовсе. Да, это будет странно вообще. Здравствуйте. Я ваш кузнец. Болем знакомы. Неприятность у нас в деревне. Крестьяне вышли в поле косить, а косы прям в руках развалились. Нужно новое, а меди нет. Так и не добудь, ты ж кузнец. Так, ну погнали. Нам нужна медь, которую мы все истратили вообще в хлам. Нам нужно с вами еще 4 единицы меди. И нам нужно 2 дерева. Бой! Отлично, дерево, дерево. Добываем. Как видите, здесь вот я тоже видел это на скриншотах. Здесь есть еще поле, да, для других отрядов. Я надеюсь, что в скором времени мы сможем по 2, по 3 отряда водить. И это будет больше ресурсов, больше всяких возможностей. Я думаю, это будет очень прикольно. Так, мы с вами собрали 4 руды. Как раз нормально для выполнения задания. Нифига, конечно, мы ничего не получили больше. Вот, ну, задание мы с вами выполнили. Отлично. Что, уже принесли медь? Эх, а я только расслабился. Травяного чая заварил. Шезлонг вытащил. Ладно, так обойте, пойду ковать косы. Чтоб они провалились. 150 золотых, кстати, между прочим. У нас 283 деньги. А это значит, что совсем скоро мы с вами сможем прикупить нового героя. И, возможно, отправить его каким-то образом, да? Только не могу понять пока как. Тут как-то странно все. Смотрите, мы можем посылать только одного героя. Одного героя оставить. Как же нам тогда поступать? Ладно, наверное, пока тогда не будем брать. Потому что, ну, мне кажется, что у нас будет так. Так, мы не сможем в одну ячейку загонять сразу двух. Возможно, это как-то качается. Типа как отряд. Непонятно пока, ладно. Так, ну давай, нам еще надо идти. Нам еще нужно в бой. Пока мы идем, кстати, нам даже никто на пути-то никто бы не попадается. Ни одного противника. Как-то мы там наваляли. Видимо, мы так сильно наваляли первому противнику, что после этого другие побоялись вообще идти. Давайте построим поскорее лагерь. Так, строить. Во, во. Выглядит клево. Прям тренировочный лагерь моей мечты. Так, задаем. Катейка прям любит зло. Подданные страдают, а король думает лишь о шемотках. Так и не может продолжаться. Стране нужен новый король. Мудрый, добрый, красивый. И я. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вчера я пробудил заклинанием чудовищ мистического леса. Король отправится на охоту. И не вернется. Да, котейка, кто, кто лучше? Неважно, хороший, злой, главное у кого ружье. Как вы, думаю, поняли, котейка, котейка знает, что такое истинное золото, все знают, коты, они такие, могут устраивать такое, что нам, как говорится, и не снилось. В тренировочном лагере вы сможете повышать героев уровень и даже развивать отдельные характеристики. Вы ведь уже догадались, что тренировки тоже за ваш счет. Да, от государства, смотря от вашего-то, особо сильно ничего не дождешься. Так, ну погнали развиваться, нам нужен второй уровень. Что нам нужно сделать? А, нам ничего делать не надо, нам просто надо развить. За сотку, серьезно? Это чисто, прям чисто левелап. Типа 100, это чистый левелап. Да, смотри-ка, это прям чисто вот одно прокачка, одна прокачка, это один левелап. Нам дали здоровье, нам дали немножко мощи на плюс 2, это тоже, наверное, неплохо. Дали атаку, в принципе, все довольно зергутен. Давайте посмотрим. Давайте одеваться, точнее всего. Где тут у нас еще? Одеть, я видел, одеть. Так, шлем. Сапоги. Все. Я уже не совсем практически не голый. Хожу в штанах, грудь накачана. Я не стыжусь ее. Так, давай посмотрим, кстати, что там с оружием. В общем, можно сделать. Сука, оружие стоит. Копье. Два бруска и четыре каштановых бруска. Да, два железных, металлических слитка и металлических, говорю, медных. А этот-то где брать? Каштановый брусок. Походу, какая-то лесопилка нам нужна, что-то там. Ну, у нас уже хорошее броня, я вам скажу, а. Это прям вообще здорово. А, пора отправлять бойца на тренировку. Это у нас был такой, да, был такой квест. Два литра ресурса, делать предметы и продавать их. А, вот, нам еще пишут, да. Пора отправлять бойца на тренировке, повышать ему уровень. А если у вас закончились деньги, вы всегда можете добавить ресурсы, добавить ресурсы, делать предметы и продавать их на рынке. Так, повысить уровень героя на тренировочном. Ага. Есть такое. Хорошая работа. Повышать уровень героя очень полезно. Нет ничего обиднее, чем качественный предмет высокого уровня, который никогда не может быть использован. Да. Согласен, очень обидно. Так. Время приодеться. М-м-м-м. После тренировки ваш боец стал хоть чуть-чуть похож на человека. У него же не такой затравленный взгляд. Попробую еще раз надеть на него по ноже. Так мы уже все сделали. Так давай сдадим. Так. Не забывайте надевать на героя доспехи перед боем. Это может спасти им жизнь. И чем лучше броня, тем больше шанс героя выжить. Да и вы можете чувствовать себя поспокойнее. Ясно. Так, что еще? Была бы охота заладиться всякая ра. Всякая ра какая-то попадается мне постоянно. Вашему бойцу не помешает хороший меч. Для его изготовления понадобится каштановый брусок. А сделать его можно только в домике охотника. Постройте. Так, ладно, понял. Так, домик охотника. В охотничьей старожке бренны перерабатываются в бруски, а шкуры в коже. Ага. Так, также здесь можно создать луки, мушкеты и кожаную броню. Блин, это круто. Давай построим. Это как раз пятерочка. Ау-ау-ау-ау! Тут собака с марика, там киса была. Окей. И здесь тоже нам придется самим батрачить, я вам так скажу. Соврать. А может быть тут будет какой-то определенный перк на усиление, например, себя как какого-нибудь кузнеца. Или, например, усиление себя как какого-нибудь кожевника. Мне кажется, это было бы правильно. В охотничьем домике можно сделать еще и оружие дальнего боя, а также кожаную броню. Не все любят мечи, и некоторые предпочитают прятаться за чужой спиной и пускать стрелы. Или патроны, например, тратить. Порох там, все дела, смысл, задания прибавляются. Задание побольше, это очень хорошо. Вооружаемся. Игрушечный деревянный меч, это очень трогательно. Но пора вашему бойцу переходить на взрослое оружие. Отправите бойца в кузницу, пусть сделает себе острый клинок. Окей. Так, склад. Если вы забыли о том, какие материалы, мы все помним. Мы помним, что на складе можно посмотреть, да, что к чему. Нахальный мельник. Или нахальный кузнец, можно тут так, наверное, назвать, да? Извините, что беспокою. Да вот мельник мне совсем жатья не дает. Требует, чтобы жернова ему подлатал. А где ему каштановые бруски найду? А? Помоги, а? Наглый, наглый кузнец. Я так и знал, что надо назвать было наглый кузнец. Охота на волков. Идет охота на волков, идет охота. Привет. Мы с сыновьями лучшие охотники на монстров во всем королевстве. Как я понял, вы со своими бойцами вздумали на собаки? Не смешите, вам даже волки не по зубам. Так, это вызов. Это вызов, ребята. Так, нам нужно посмотреть, что бруски. Бруски нужно на два дерева. Короче, нам надо идти за дерево. Let's go. В нашей броне я готов на все. Дам кочергой по голове. Или палкой деревянной. Мы сейчас с палкой пока ходим. О, первый волк, смотри-ка. Хопа. Трехвостый. Представляешь? Так, так. Нет, не бей меня. Так. Бегство лучше поражения. Здоровье вашего героя на критическом уровне. Если герой возвращается в деревню, потратив все свое здоровье во время приключения, он также потеряет и все собранные им ресурсы. Чтобы предотвратить это, нажмите на кнопку бегства. А-а-а. Такой, смотри, убегает. В перепуге. В перепуге. Но мы пока не готовы. Блин, вот так много он нам нанес. Это уж просто капец. Мешочек для добычи. Помните, только добыча, которая находится в мешке, гарантированно достается вам в случае побега из приключения. Но мы завалили волка. Так, надеюсь, больше бойцов не будет. Но мы второго не переживем. Не, переживем? Переживем, наверное, это, да? Шмяк. Да-да-да, переживем, давай. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай еще. Смотри, приключения-то становятся длиннее. Вы заметите, с уровнем нашего прохождения наш поход становится длиннее. Уже 25% прошли. Все дальше и дальше и дальше проходим. Так, нам надо подхилиться. Смотри, мы восстанавливаемся на халяву. Отлично. Так, у нас есть с вами две шкуры. Пока тратить не будем. Что с каштановым? Одно только, да? Один брусок мы только можем сделать. Сколько нам по заданию там надо-то? Два бруска. Надо вначале меч сделать. Потому что будет меч, естественно, будет быстрее добываться и все остальное. Так, братюня, давай топай сюда. Отлично. Сейчас закуем. Пацаненка. Есть меч, да? Меч есть. Четыре стоит. Смотри, как копье-то подешевле будет. Тут бруски только дорогие. Получится, бруска пока нет. Брусок только один. Окей, ладно. А восстановились мы там, нет? Да, погнали еще. Крэет. Еще один волк. Волки довольно толстые. Да, по спине. Фига колдунство. Это не простой волк, а волшебный. Нет. Кстати, он не так сильно дамажит. Мне кажется, он с руки гораздо больнее. А нет, на 19 бьет. Ошибочка вышла. Так, давай, собирай две. Еще дерево давай. Так, и еще, блин. Я боюсь дальше идти. Дальше страшно. Если простые будут противники, мы еще справимся. Если за сотку хп, то все точно хана. 70. Я не знаю, справимся, нет? 20. Справились. Есть, валили. Как раз хорошо. Прям вообще суперский. Чуть по щам не отхватили. Так, 8 денег у нас, 3 бревна. Всего, короче, понемножку. Так, погнали. Нам сюда. Сразу каштановый брус. Оп, пойду. На стругаю. Короче, я на все руки мастер. Вы поняли, да? Хочу стругаю. Хочу кую. Так, а нам, походу, не хватает бруска там. Одного, по крайней мере. На меч. Еще нужен один брусок. Ну, стальной... Медный, ну вы поняли, да? Эх, придется подождать. Не хочу я тратить деньги. Пока у нас здоровья не так много, мне кажется, надо ждать, пока восстанавливается будем. Каштановый брусок. Пока давать не буду, конечно. Поехали. Интересно, кстати, посмотреть потом, если я левелапаюсь, мне хп восстанавливается до фула или нет? Это тоже вот такой интересный вопрос. Погнали. Так. Как раз медь то, что мне надо. Отлично. Волк, опять волк. На, по спине. По спине. О, удача. Двойной удар. Вот это хорошо сейчас работало. Давай еще удачу. Молодец. Вот молодец. Вот он настоящий воин. Я чувствую, как ему свезло. Там сова какая-то ходит. Либо это баран. Баран. Не сова. О, на двадцатку. На девять. Поджог, падла. Только давай больше без врагов. Без врагов. То мы второй раз не переживем. Нет. Сто двадцать три бежим. Бежим, 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 бежим. Бегство. Мы не заработали ни шиша, да, походу? Давай посмотрим. Три медных бруска. Не скажешь, только в мешочке я спасаю. Ну ладно. Нет так нет. Что, я как-то не против. Сказали вроде в мешочке. Создадим все. Погнали. Создать. Так, у нас бруски. И полный комплект брусков. Сейчас мы меч себе сделаем. Забодяжим себе меч. Создать. Наконец-то. Ура. Меч. Вот теперь враги, держитесь. Ой, держи. Ой, как по щам надоё. Ой, по шапке-то. Ё-моё. По всем местам буду бить. Больно. И вряд ли аккуратно. Так, подожди. Давай начали к весть дадим. Так. Клинок получился. Куда лучше, чем по ножи. И всё же рекомендую приглядывать за вашим бойцом. Налички так и норовят отрубить себе пару пальцев. Хе-хе-хе. Да. Мечом-то отрубить. Сразу минус конечность. Так. О, смотри-ка. Плюс один. Увеличит резерв группы. Да. Вот это, кстати, нам очень нужно. Боевой дух. Отлично. Боец у вас избалованный. И от тяжелой работы у него ухудшилось настроение. Слоняется по деревне и жалуется на жизнь. Отправьте его в сауну. К девкам. Шикарно будет. У каждого персонажа есть шкала настроения. Когда персонаж счастлив, он получает ряд преимуществ. И наоборот. После каждого похода, в приключении или при создании предметов, настроение персонажа ухудшается. Улучшить настроение персонажа можно в сауне. Так. Выше. Выше. А, нет. Выше шанс пропустить. Там написано выше шанс пропустить ход. Типа шанс двойной атаки. А, понятно все. Это если при плюсовой, да, при хорошем настроении шанс двойной атаки. А мы так можем вообще ход пропустить. Так. Снижен шанс выпадения предметов. Вообще, кстати, эти птички очень намекают нам, да, на такую отсылочку к героям меча и магии, я так думаю. Там тоже удача, прям вообще, прям, вылитые. Шанс создания вещи высокого качества отсутствует. Шанс создания вещи более высокого качества есть. Так. И больше предметов. Ну, в принципе, все ясно. Нельзя допускать того момента, да, чтобы наш персонаж утомлялся или ему наскучивало. Так. А, мне даже его никуда тащить не надо. Он и так. Ну, у меня там настроение чуть совсем ухудшилось. Ладно, расслабим его. Отлично. Теперь можем дальше продолжить, да? Что у нас? Собрать. Отлично. Боевой дух. У нас теперь команда. Сауна очень способствует хорошему настроению и высокому боевому духу героев. Лучшее лекарство от стресса, простуды и лишнего веса. Хе-хе-хе-хе. О, смотри, теперь у нас появилось реально два места. Шикарно, шикарно. Давай героя наймем второго. Работа для двоих. Как раз вот, да? Ваш боец, конечно, держится молодцом. Но он один, а врагов много. Это несправедливо. Наймите ему напарника, если еще этого не сделали. И отправляйте в лес группу из двух бойцов. Шикарно. Давай наймем героя. Давай наймем. Так, мне нужно будет его одеть, да? А чтобы одеть... Мне нужно вначале его прокачать. Так, подожди, не так, да? Развить. Закрыть. Я хочу вначале своего нарядить. Мне нужен меч. Походу, хорошего качества меч сковали, смотри-ка. Меч ополченцы или мне кажется, он зеленого качества. Реально. Так, к урону холодом. Хо-хо-хоу. Хорош. Так, а это я могу продать? А у тебя есть хоть какое-то оружие, Ноэль? Да, у него хоть и всех одинаково. Интересно, на рынке я могу продать предмет? Ну, говорят, нет, видимо. Видимо, эти предметы, они изначальные, их нельзя продавать. Так, нам нужно с вами создать еще. Броню. Сейчас-то смысл, какой идти? Он по шлям получит вот этот, наверное. Ну ладно, все равно пойдем. Погнали. Так. Герои с оружием ближнего боя могут атаковать, только находясь впереди группы. А, герой с оружием ближнего боя могут только... Ага, а вот этот, значит, получается, не будет атаковать, да? Ему, значит, нужен лук. Или быть колдуном надо. Так, давай посмотрим, что стоит у нас лук или арбалет. Но мы обещали и лук и арбалет, а нам пока столько арбалет. Минимум четвертого уровня. О, первого уровня. Нужно два бруска. Так, 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 так. А что с брусками там у нас? Что там по брускам-то? Не, ну ладно, погнали. Сходим сейчас, добудем. Ха, давай мечом. Шмяк. А, получаем-то по щам вдвоем. Эу. Смотри, знает собака, в кого стрелять. Так, отлич, мы сейчас тебе сделаем лук, не переживай. Ща будет лук у тебя. Лук будет, смотри, у него лицо погрустнело. О, вот это сейчас, наверное, опасный будет чел. Фига, сразу в двоих. О, в жижу. Нет, убьете маленького. Я-то отомщу за него. Хо-хо. Фига, он ядом травит. Что-то для двоих там не совсем-то и затащило наш поход. Как-то странно, да? Этот совсем потерпел поражение. Ну, давайте ладно, закроем. Так, братюня, ты отдыхай, а мы, короче, пойдем. Нет, ты тогда иди и работай. Для своего лука будешь сам себе пахать. Хотя, подожди, нет, мне может быть плохое настроение, что тебя убили. Да нет, у всех нормально. Нет, смотри, у него чуть-чуть плохое. Побудь здесь. Нет, сразу сюда. Сюда. Созди днем у мой арбалет первого уровня. Да, давай еще один брусок сделаем. Нам по заданию надо. И арбалетик. Ох, как долго он делается. Так. Продажа предметов. На рынке можно выгодно продать оружие и экипировку. Так это мы поняли. Вот, типа, арбалет могу продать. Физический урон за 88. Неплохо, неплохо. Так, ну нам нужно одевать нашего товарища. Во, будешь стрелок. Сразу видно, молодец. Боец. Осталось теперь только тебе одеть как-нибудь. Я не знаю. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Так, далее. Давайте над этим заданиями разбираться. Так, собрать. У нас еще, нам стоит денег дают. Это очень хорошо. Второму бойцу понадобится оружие дальнего боя. Иначе он не сможет сражаться. Кстати, пока вы ходили в поход, мы оформили для вас разрешение на постройку дома мод. Теперь надо построить дом мод. Так. Настроение... А, настоящее испытание настроения. Пришло время вашему бойцу доказать, что вы не зря вложили в него столько сил и золота. Пусть обьет пару энтов посильнее. И за них детишки боятся ходить. За ягодами. Не, нечего мотаться по лесу. А, вот это и есть энты, да? А со звездочкой, типа элитный. 200 хп. Такой нам даст по щам, а мы даже ничего сказать не успеем. Но нам в любом случае нужно лесных волков все поубивать. А что у нас, кстати, по меди? Меди нет. Все, понял. На броню не хватит. Бой! За энтами! О, первый энт. Давай. Шмяк. Э, стрельни в него там. Во, во, по шапке. Правильно, борзеет. Блин, нифига, это элитный! Убьет же сейчас. Ну давай, мочи этого козла. Давай, давай, у него, кстати, нормально. Так. Э, очередь лечения. В цирке можно купить лечение для персонажей, которые находятся в бою, когда они будут излечены сразу после возвращения из приключений. То же самое работает и с восстановлением настроения в сауне. Так, подожди. Это что, мы можем вылечить? Прямо в приключении? В цирке можно купить лечение для персонажей, которые находятся в бою. Тогда он будет излечен сразу после возвращения. А, сразу после возвращения. Не, не, это нам не интересно. Что нам? бей его элитный еще н ты посмотри оружие мечом и давай давай бежать придется чувствую бежим не справимся до на волке застряли вот это прям сейчас бы волка убить и как раз буквы сдали так или так элитных in and of убита один а мы чё прям элитных убили может убили обычного какой же он элитный мы элитного какого-то ящера убили тоже нет был разве не потому что это может просто я не понял ладно надо посмотреть что нам по лечению сколько стоит принципе не так то уж и много этого за 17 лечит этого за 15 уже ключи вылечу погнали еще нужно больше ресурсов добывать чтобы я мог одеть своих обоих бойцов то тут ходит там в труселях опять люди наезжать будут вову отлично удача да опять смотри-ка крутой какой-то кто это такой так мистич это и есть and уклонение ах ты пес фига этот очень сильный давай нет бежим бежим какого фига нас так избили это не честно что справились и так это было испытание для слабаков у меня младший на серых с ножичком ходил а папа а по а по плечу ли вам твари посерьезнее то ты пальцем только ткни мы сейчас на это входили на элитных между прочим хочу заметить так что ты нам тут понимаешь ваньку то не валяй так надо бруски с брусками разобраться в брусков все нет мы все профукали за то что бежим постоянно и руды нет нам надо воевать погнали еще раз можно конечно было покачать ну да ладно давайте посмотрим давай вот прям отлично пати моей мечты как говорится наваляем а еще давай раз блин давай еще не там реже бегаем этот урон у урон так нам главное теперь выжить кто-то задание с элитными энтами по-моему она нам сейчас за руинит как всегда да пока все хорошо пока сидит по плану давай еще лево яйца что-то мало каштанов ты рубишь может походу все каштаны собрали давай там по 5 ну по 3 хотя бы так у нас есть как раз возможность сделать себе еще одну где ты будешь делать еще один косановый брусок создадим все думаю еще пригодятся так отлично так отлично вот дела бруски вот спасибо пойду мельника обрадую только я вот что подумала пусть он сам себе чинить что хочет вообще я вообще такую зенец они плотника типа что хочет поскочить смотри тут денег навалили прям много будем качаться капец я хочу качать героя давай его до четвертого уровня прокачаем развить тебя ну давай тебя до четвертого чё вдвоем 24 по нормально закрыть так муж сам вот настроение хорошее так теперь давайте посмотрим по заданию представляете на меня местные ругаются что я мол ничего не делаю только до солнышки грейс а у меня может уметь закончилась вот принесете ведь сделай вам шлем там уже сделали себе пёс ты этакий лентяй проклятый надо помешку не спины гнем на благо нашей деревни которые нам не вперлась в пень а он тут понимаешь живет жирует вы сделали нужное дело королевская канцелярия гордиться вами к тому же зачем купить природу и рубить деревья на дрова если можно рубить энтов на дрова задание прям валятся смыть много заданий всяких и тут что то есть загадочный гость так это походу какое-то событие смотри-ка одинокий путник пришел в вашу деревню и обратился с предложением он нашел предмет который по его мнению может вас заинтересовать но ему неизвестно его реальная стоимость он согласен продать его за 100 золотых но не покажет его пока вы не заплатите жулик одним словом но я соглашусь чем мы за 100 золотых мы в принципе но это не такие уж большие деньги но мы можем получить хороший предмет если нам повезет до мошенник подумать путник насвистывая песенку уходит а вы держите руках то то что без труда могли достать и сами причем бесплатно мяч ему по самой гланды через задний проход только более нас только что кинули это что-то как-то совсем дорогие гости вчера гости из дальней деревни играли с нашими охотниками в карты и проиграли своих кухне какие бедные не честные люди а путь обратно долог и опасен выйдем ему не вы не можете а вы не поможете они вам за это кожи подвинут подкинут подвинут 14 кожа отдать гостям издание деревни два легких копья но это кстати довольно дорогое удовольствие честно скажу это реально очень дорого дом мод это самое важное что вы можете сделать для деревни где еще вашим героем смогут приобщиться к культуре высокой моды стройте немедленно так дома 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 где-то с бейсболочкой так нам нужны такие палки нам нужны деньги только что настало добули на соточку по ходу специально показать что мы такие прям типа ну не доверяя каждому так что нам нужно нам нужна броня для брони у нас есть в принципе один на один слиток на один только всего лишь правда хватит нам себе на ноги и ключи кидать у нас есть три слитка для брони надо четыре я бы оделся бы поплотнее потому что ну сами понимаете хотя мы можем как бы купить хотя бы хоть какой-то слиток там в кислитой хоть можем хоть какие-то средства вложить например шлемы в поножи чтобы у нашего товарища хоть что-то было потому что но он живет очень плохо а нам он хорошо помогает давайте на нас создадим ему хотя бы ноги потом шлем сделаем для него же а потом уже можно было бы нам и на броню себе как-то зарабатывать ну что для нас это будет важно но давайте еще раз сходим в бой на сборы мы довольно крепкие статьи у нас реально очень много здоровья давай покажем он перешь точно золото целебные чудо травы и элитный гриб по шапке ему стреляй кей у отлично отлично выжили главное выжили зеленый элитный тоже пипец это дни элитные чудо где-то точно открылась да не там где надо для его отлично золото много зарабатываем продамиде вещи там гроши она единица нам еще надо давай почему-то враги ходят первыми я смотрю да они всегда ходят первыми почему-то так хватит ли нам еще нас нет 100 монеточек что нам стоит вылечить лечи давай ладно не будем ждать давай еще бой отлично вот у него прям смотри у него хорошо прям пока это удача удачливый парень еще раз давай отлично еще шкура так давай давай нам нужны деревья и нам нужен металл давай металл так дерево тоже неплохо пригодится один продакаштан давай давай еще меди две хотя бы выбить две медики 2 1 ну что так жадно а пацаны правильно вот так вот так молча шкура и золото мы в принципе справились давай посмотрим нам нужен следок создать да 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 забыл простите прикольно мы можем задачи выставлять да потом нас человеку два поставил он сразу же это все сделал так а что у нас по кожаной брони зачем нам кожаная броня вопрос что она дает она дает а ловкость криты всякие но в принципе это хорошо бы было даже для я зря в натуре но потом можем продать лана лана можем продать на во первых это отличная броня наверно будет для нашего стрелка в этой броне очень удобно подглядывать за другими как раз в бане пойдем так 2 2 давай короче мы к замутим кожаную броню создать так у нас есть возможность как раз создадим я создаю ему курточку и сделаю ему шапочку она не так сильно защищает но ему то и сильные не надо хотя тут тоже такой спорный вопрос да может сильно и надо так шапкой конечно тебя полный капец смешно так а что еще для арбалета надо для улучшенного там четвертый уровень вроде требовался нужно палок побольше два слитка есть палками у нас как там палками все плохо так ну ладно вроде как бы боец есть более-менее на слитков нужно еще две штуки ладно пошли последний расходе не подожди бежеве нет все правильно дом вот построить начнется что нам нужно медные слитки и копья бой так сейчас как раз кожа набьем еще на штаны а то потом продадим где ботинки и будет норм давай руби ночи так там по маленькому массовым количеству ресурсов добываем по одной единице это разве честно вот две медные отлично давай у элитный волк 200 здоровья нифига он сильные уклонения полтинник фига он лупит пацаны бей его он сейчас убьет нашего давай 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 стреляй стреляй дурлей пыщ пыщ делаем пыщ в лицо собираем медь убегаем давай еще вот это вот немножко и и хватит и все же отлично ладно ху а элитный то хорош что могу сказать создадим все слитки все равно нужны броня создать отлично и пойдем посмотрим что там с кожей это не хватит на ботиночки ну ладно пока ночь пускай в них походит до это чем те могу с этим сделать выкинуть это барахло ли у разобрать его мне бы хотелось бы его выкинуть на чем она будет засорять что ли моим мой инвентарь странно может сюда что-то типа как-то ну ладно важно у нас уже бронированный полностью прокаченный мэн практически прокаченный боец да можно сказать слиточков есть надо больше бревен бревен пока слишком мало чтобы мы сделали сами арбалет покруче тогда мы сможем больше урона наносить хватит да нам хватает создать так отлично арбалетик хухуху давай быстро наряжаем продать все два бойца практически полностью экипированный по-моему очень крутые надо это отметить баней заказом девчонок едем в баню все думаю что стоит остановиться ребят на этом моменте очень затягивает хочется дальше опять же я уверен что это сложность игры и количество гринда в ней вот по крайней мере пока поскольку я вот сейчас пробегал да я чувствую что надо постоянно за деревом ходить постоянно за камнем ходить куча 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 всяких походов и естественно понимаешь то что чем дальше тем гринда будет больше насколько больше пока непонятно но то что игрушка гриндовая это сто процентов надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео если это так то не забудьте пальчик вверх поставить а также не забудьте прокомментировать ну и конечно же подписывайтесь на канал чтобы не пропускать интересных видео у нас с вами был станислав я всех вас крепко обнимаю целую люблю увидимся в новых приключениях всем пока